Мы находимся в деревне Портарья. Это полуостров Халкидики, Греция. Вчера ночью прошел страшный ураган. Такого не было, вообще не помнят ни старожилых. Я тут живу уже больше двух десятков лет, я такого не видела, а старики тоже не помнят. Ну вот бывает, что за лето хоть один такой ливень сильно пройдет, но что-то такого ветра. Мы были дома, мы знали, что будет какая-то непогода, но не до такой же степени. Был такой страшный ветер, что мы боялись, что вот этот кедр у нас просто упадет на дом. Но, к счастью, у него только сломало верхушку, несколько веток. Мы это все уже убрали. Почти вырвало гранатовое дерево. Вот это вот упало. Вот там вот видно большую сосну, ее тоже половина сосны отломилась. Электричества нет у нас с вечера. Сейчас там тоже на углу, на следующем углу упало несколько деревьев и повредило столбы электрические. И, в общем, восстанавливают сейчас. Сейчас покажу еще на дороге. Вот потихоньку народ собирает вот то, что... У нас дома, в общем-то, самое главное, самые главные убытки. Ветром сорвало, это не только у нас, это и у соседей тоже. Ветром сорвало несколько рядов черепицы. Вот сейчас парень выбрасывает. Вот. И текло домой, с потолка текло, как из-под крана. Так что воду пришлось собирать практически всю ночь. Потом дождь шел, и всю ночь уже без ветра. И, в общем, выгребали с утра. Пытались осушить. Теперь это все надо... черепицу надо менять. Слава богу, что других каких-то более серьезных... Более серьезных убытков нет. Ну, деревья поломались. Ну, вот, снесло тут кое-что. Дома тут многие старые. И черепица, крыша старая. Поэтому, вот... Ну, это первый раз. Первый раз на памяти всех, кто здесь живет. Вот. Туристы, которые живут ближе к морю, говорили, что не могли открыть дверь из-за града. Навалило столько града, что невозможно было. И градом побило наши поля. Побило оливки. Оливки, говорят, там прямо ковром на земле лежат. То есть мы ждали урожая, его не будет. Выкорчевано довольно много деревьев абрикосовых и оливковых. В общем, мы еще этого не видели, потому что проехать сейчас невозможно. Посмотрим. Ну, конечно, это было очень страшно. На Кассандре тоже света нет. В общем, чрезвычайное положение в Халкедике. Но мы легко отделались, я могу сказать. Вот. Завтра уже солнце обещает. В Халкедике вообще все быстро очень проходит. Хорошо. Таких раз. Продолжение следует...